Девушки отдыхают Вы почему кефир не кушаете? Что не любите? Знаешь что, я тебе умный весь скажу, но только ты не обижайся Автор этих фраз не режиссер, не сценарист, а актер Фрунзик Макартычан Он импровизировал на съемочной площадке, заставляя хохотать даже обычно невозмутимых операторов Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу За роль шофера Хачикена, в сущности эпизодическую, Фрунзик получил государственную премию СССР И всенародное обожание Он действительно, казалось бы, не так много сыграл, но его знают все И у него удивительно яркие работы В нем было что-то такое, от чего нельзя было оторвать глаз Да, действительно, у меня вроде гроза А какой профиль? У тебя же гордый профиль Профиль я себе не вижу, а может он гордый? Фрунзик появлялся, я говорю, и улыбалась все вокруг Это дорогого стоит Фрунзик, это был бог и царь Это был отдельно Это был любимец народа Его пальто целовали Его руку целовали Его пиджак целовали Вот так его любил народ Поклонники в России ласково звали его Фрунзиком На самом деле у актера было два имени И даже, как говорят, два паспорта Один на имя Фрунзе, другой на имя Мгер, что означает в переводе «солнце», «свет» Так Макартычана прозвали на родине, в Армении Оба паспорта Фрунзик Мгер в итоге потерял И жил без документов В Советском Союзе паспорт актеру был просто не нужен Его все знали в лицо Но никто не знал его настоящего Субтитры создавал DimaTorzok Если проехать по Армении сегодня Заехать в самые отдаленные деревни Везде на вопрос про Фрунзика Будет такая реакция Наш народный человек Как сосед, как друг Фрунзик Мгерчан, легендарный человек Фрунзик не найдешь нигде Нигде не найдешь Он веселый был таким, прекрасным человеком был Настоящий человек У всех выражение лица меняется Не обязательно, кто он такой, чем он занят Фрунзик уже все У всех другое настроение До сих пор это сохраняется Если кто-то кому-то хочет сказать Ну ты что, он говорит Эй, вот такие вещи Не только фразы Шутки, жесты Фрунзика Маккартачана Саму его жизнь Народ растащил на байки, анекдоты И даже детали Знаменитый нос Маккартачана Уже живет собственной Отдельной жизнью И как этот замечательный, чрезмерно большой нос В легенде о Фрунзике Тоже все чрезмерно преувеличено Здесь и воплощенная американская мечта О том, как бедный паренек стал звездой Здесь и роковая любовь к женщине Которая превратит его жизнь в ад Даже смерть его Как финал античной трагедии Он умер И в Армении погас свет В буквальном смысле Шла война В стране отключили электричество И знаете, вот, наверное, пришло время Как-то отслушать, что ли Отслоить вот эти легенды Чтобы каждая... Легенда была легендой А правда была правдой В кино Маккартачан вошел поздно Ему было уже около 30 Но работал без единого промаха Что не роль, то шедевр Что он говорит? Он говорит Приятного аппетита Кушайте, кушайте Спасибо большое Спасибо Мы не могли снимать Из-за того, что Фрунзик был такой смешной Сюда, ко мне! Ко мне быстро, быстро! Героин Галя Польская Говорит ему, на пол Вместе спать не будем Только вот сползай И Фрунзик выползает из-под одеяла И должен сползти на пол И долго из-под одеяла Идет его гордый профиль В нос Галя колется Польских За ней колется Вся съемочная группа Мы отворачиваемся к стене По-моему, 13 дублей мы снимали Потому что невозможно было Слезы текут у всех Напал! И быстро! Ему достаточно было выйти в массовке Сыграть в ничтожном эпизоде Появиться в кадре на пару минут И образ врезался в зрительскую память навсегда Думал Привез заявиться Мужчина любит Женщина любит Ребенка любит Скажи спасибо Ну это говорит Сели два года Контрабандист А хочешь конфетку, да? Конечно И тебе не стыдно? Взрослый парень Кривляйся в своем театре Как дрессированная обезьяна Прообраз этого персонажа Фронзика Его собственный отец Фильм снял его брат Альберт Место действия Родной город актера Ленина Кам Сегодня это Гюмри Все анекдоты Все яркие рассказы Все остроумие Вот армянское радио В основном исходит от Гюмри А почему Фронзик висит? А потому что Фронзик Мужчин Он был наш клиент Я постригал его Его был Когда тёша умер Вот здесь рядом Тёша умер Все сидели так Скорбли И вдруг Приехал Фронзик Приехал Он таким Мордом Делать себе Чтоб все Кто скорбли Начали хохотать И вышли Из этого Чтобы получить Признание Любовь жителей Гюмри На смешливых Темпераментных И острых на язык Нужно быть Особенно Фронзик Был таким Он был Парником Очень нескладным Огромный лоз На худом лице Тогда был он Очень худ Худой-худой Вот этот Нескладный Некрасивый парень Сразу Как-то Вот в этом Гюмрисском Довольно-таки Сложном Обществе Он сумел Найти себя Сразу В детстве В 12 лет Мальчик Стал местной Звездой Шел 42-й год Война Голод А жители Гюмри Находят Время и силы Чтобы заглянуть В большой Коммунальный дом Похожий на этот Один из немногих Домов довоенной Постройки Уцелевший в городе Люди приходили Чтобы посмотреть На необычного Мальчика Сын рабочего И посудомойки С местного Текстильного комбината Вешал на лестнице Простыню И разыгрывал Свои первые Спектакли Через некоторое время Буквально Он стал Очень популярным Мальчиком Он уже с детства Купался в любви Своих зрителей И своих друзей Но на пути сына Встал отец Мушек Отец был Категорически против Актер Отец делал Все, чтобы Изолировать его От театра Считая это занятием Недостойным Для мужчины Можно Ваш Силиндр Примерю Ну как Похожа Чарли Чарли Так весело и легко Фрунзик Изображает отца Но 40 лет назад Непонимание Близкого человека Могло помешать ему Стать актером Отец хотел Чтобы он стал художником На стене В нашем доме Отец нарисовал Русалку Девушку Рыбу Во всю стену Он всегда Грозил пальцем И говорил Вот так ты должен Рисовать Руки положил на стол Кому говорят Детство для Фрунзика Стало поединком Между ним Нежным Впечатлительным Добрым ребенком И деспотичным Не образованным По своему Несчастным отцом Однажды Мушек узнал О представлении В заводском клубе Где главную роль Играл его сын Отец выпивший Спокойно шагая Прошел по коридору В зале И стал прямо Вон сцены Каменное молчание А Фрунзик Стоит на сцене Он продолжает играть Отец смотрел Смотрел Величие Величие Фрунзика В том Что он не съежился Не испугался А в то время Шла борьба Между отцом И Фрунзом Отец смотрел 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 Мы окаменели Мать Двое моих сестер И я Смотрим С ужасом на них Отец повернулся Спокойно Медленно Пошел обратно И вышел из зала Но с поникшей головой Грустный Ночью семья Ожидала расправы Мужик вошел в комнату Подошел к кровати сына И тихо сел у его ног Так и просидел всю ночь Он признал свое поражение Перед талантом мальчика А Фрунзик Получил первый урок в жизни Свет таланта Побеждает тьму невежества И жестокости Возвращает человека К добру Об этом же он Полвека спустя Снимет фильм В первый и последний раз Не только как актер Как и режиссер На дне Максим Горький Странный выбор Режиссерского дебюта Для того, кого мы знаем Как комика Армянского Чарли Чаплина А ведь снять Именно этот фильм Было мечтой жизни Фрунзика Макартычана Это был исповедальный фильм Он хотел рассказать В этом фильме О всех униженных Оскорбленных Потому что И нищих Потому что Сам рос в таком районе И вот он все время думал О том Куда же эти дети Деваются Которые живут Такой нищенской жизнью Однажды Фрунзик снимался В Индии В фильме Али Баба Там его потряс На улице Мальчик Рикша Крошечный мальчик Тощий Чедушный Который Так сказать Прягся В эту самую В коляску И Предложил ему сесть И он Когда он сидел В этой коляске Он просто Измучился От того Что этот мальчик Его на своих Худых плечах Тащит И он Его попросил Давай Говорит Ты Давай Ты Уступи Мне это место Мальчик Мальчик долго Не соглашался Но все же Фрунзик К изумлению Прохожих Сам впрягся В коляску Он возил Мальчика По городу И заставлял Его кричать Свое имя Кричи Меня зовут Покраш Меня зовут Покраш Чтобы он хотел Чтобы он Утвердился Как личность Что он Отдельный Человек А не просто Вот Какая-то Песчинка В этом Море Жалея Мальчишку Покраша Фрунзик Не мог Не вспомнить Себя Юного Худенького Бедного Он тоже Мог бы остаться На дне Но он Взлетел И высоко Путь к славе Фрунзика Макартычана Похож на Сказочный сюжет Индийского фильма В 17 лет Мальчик Без специального Образования Семью Классами Школы За спиной Стал артистом Лениноканнского Театра И стали ходить На Фрунзика Спрашивали Он еще играл Маленький Героя А Фрунзик Будет играть В этом спектакле И покупали Билет Когда он Играл Вся труппа 300 человек Начиная От Гардеробщиков Собирались В кулисы Смотреть На него Смотреть Как он Играет Что он Делает Какие Импровизации Сегодня Будут Праздник Слушай Уходи оттуда Пока Сел Лучше Меня не зли Я человек Нервный Местер Ты почему За порядком Не следишь Я не могу Такой атмосферы Хватит тебе Оставь его Казарян Ты же учитель Зачем Водишь В заблуждение Работать Меща Иди У меня Все настроение Упало Я больше Сюда Не приду Фрунзик И в кино И на сцене Заставлял Людей Испытывать Немыслимые Перепады Эмоций Вот зрители Хохочут А вот уже Плачут Однажды К нему на спектакль Пришла рота Солдат Молодых ребят В основном Деревенских И все знают Что Фрунзик Это комик Ребята Вот 18-летние Которые Не знают Что он Стеницкий Он театральный актер И после спектакля Выходят ребята Я говорю Запивай Никто не запивает Все плачут Я говорю Что случилось Ребята Потому что Они увидели Как играет Фрунзик Ему все удавалось В творчестве И в любви Под напором Фрунзика Макартычана Его обаяние Не могла устоять Ни одна красавица А красоту Он Сам некрасивый Любил и ценил Превыше всего В жизни Он нравился Женщинам И Ему нравились Женщины Что гораздо важнее А когда Мужчина Умеет смотреть На женщину Ухаживать за ним Женщины тают И естественно Летят На этот Свет Больших Его бархатных Обволакивающих Глаз Донара Ей суждено было Сыграть роковую роль В жизни Фрунзика Когда они встретились Донара была Начинающей актрисой Фрунзик известный актер Ему За 30 Ей всего 18 А то я не понимаю В чем дело Посмотрел Симпатичная девочка Женился Наивным был Вот и был несчастлив Понимаете? Вот чрезмерность Какая-то в ней Все время была Она могла По любому пустяку Вдруг взвиться Взвинтиться Странности Донара Ее ревность И обидчивость Ее ранимость Все это Фрунзик принимал За тонкость Творческой натуры Она такая же Как я Возражил он На недоумение друзей Его отговорить Был не вовлюбился Ну когда такой Эмоциональный человек Влюбляется Его отговаривать Бесполезно Ассе! Кавказская пленница Фильм который Прославил Фрунзика За пределами Армении Они сняли здесь Вместе с Донарой Они вообще Производили впечатление Очень хорошие Такой очень Нежной Любящей пары И когда Много лет спустя Я Прочитала И кто-то мне Стал еще рассказывать О той трагедии Которая произошла В семье Фрунзика Мне показалось Это просто невероятно Потому что она была Такая мягкая Такая какая-то Очень женственная Такая Покорная Восточная женщина Иди домой Ничего у тебя не видит Укрась такую девушку Спортсменку Комсомонку В семье росла дочка Нуне Потом родился сын Вазген Несколько лет длилось Семейное счастье Чуть больше ревности Чем надо Чуть больше ссор И экстравагантных выходок Со стороны Донара Донара очень ревновался И ругались они Ругались А он смеется Все время смеется Она ругает А он смеется И начинает успокоить Вот все время успокоит Вот Донара Вот здесь в 57-м году Вот посмотрите Это Донара порвала Знаете Когда ругались порвала Донара кричала Что делала Все равно Говорит Донарочка Ну что хочешь Что принести Хочешь чай Хочешь лимонад Хочешь апельсин Хочешь это Хочешь обед Все время Вот поднос взял И в комнату Все Все для Донара Фрунзик вообще Умел быть счастливым Лучезарный Веселый Темпераментный Он был рожден для счастья Его переполняла радость бытия Жажда жизни Солнечный свет Он просыпался с песней И засыпал с песней Здравствуйте Здравствуйте Ой С середины 70-х Фрунзик становится другим Часто посреди общего веселья Он замолкает Уходит в себя Отношения в семье Невыносимы Сцены ревности Донара Уже напоминают Припадки Наши ребята Играли на кларнет Друг Он возьмел кларнет Взял кларнет Взял кларнет И начал играть Начали играть Ов Сирун-Сирун Как хорошо он играл Да Как раз эту песню играл И потом спел Какой-нибудь Вот эту песню Его любимую песню Ов Сирун Красивый, красивый девочка Ой, красота 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 Вот так Она ревновала его ко всему Абсолютно И ко всем И ко всему Ревновала И устраивалась Такая скандала дикая Потом значит Это, ну, внительность У нее была шизофрения Причем острейшая И тяжелая шизофрения Которые Вот эти ремиссии Становились все реже и реже Ему так и сказали Что ремиссии будут уменьшаться И болезнь, видимо Приведет ее уже В клинику навсегда После 13 лет брака Фрунзик оказался один С двумя детьми на руках Но на 12 Возгену нет и года Актер сам нянчил сына Проверял уроки у дочки Почти перестал уезжать на съемки Пока не получил предложение Из Москвы Которое станет для него Подарком судьбы Мимино Роль смешного армянского шофера Рубика Хачикяна Отныне и навсегда Визитная карточка актера Машину украли Как украли? Подожди, Рубик, а ты точно помнишь Это тот двор? Как не помню В пусорный ящик А там женщина курила Во время съемок В Москве начались страшные морозы Доходило до 36 градусов Холодно Я замерз Когда после натурных съемок Группа перешла работать в ресторан Актеры с радостью согревались вином Так что в этой сцене Все по-настоящему Фрунзик, разгоряченный вином и танцами Во что бы то ни стало Хотел показать фирменный трюк Сесть на шпагат И поднять платок с пола зубами Дубль за дублем Трюк заканчивался Падением актера И общим хохотом Тогда Данелия подговорил Кикабидзе Просто выхватить платок Фрунзик по-настоящему растерялся Но сделал это так забавно и трогательно Что именно этот дубль вошел в фильм После мимину артист начинает работать С удесетеренной силой и страстью Кино на Мосфильме Кино на Арманфильме Театр имени Сундукяна Главный театр в Армении Где весь репертуар строится специально под него А потом еще и телетеатр Где Фрунзик и актер, и режиссер Зачем явился я на свет? Зачем попал на эту я галеру? Зачем всю жизнь любил свою химеру? Зачем я был поэт? Зачем я был поэт? Ничего Ни с дарца поэт Никто кроме близких не знал Что Макартычан отец одиночка Что его жена неизлечимо больна Он не производил впечатление несчастного человека Мне кажется, что это тенденция нашего телевидения Снимать фильмы Находить Находить Трагичное В жизни А в жизни каждого человека Тем более актера Чья судьба Разрывается между Профессией и личной жизнью Обязательно есть какие-то несостыковки У него не было времени на грусть Он еле-еле добирался до дома в час-два ночи И засыпал Вставал утром Телефонный звонок И понеслось Там съемки Там запись И так кружилась его жизнь Иногда сетут Мол, так мало ему удалось сыграть в российском кино Это правда Но это был собственный выбор актера Специально под Макартыча написалась роль Василия Алибабаевича В фильме «Джентльмены удачи» Но Фрунзик отказался Хотя одним из сценаристов был его друг Георгий Данелия Он не приехал и умолял Георгия Николаевича Как-нибудь найти другого актера Потому что в это время он очень занят в театре Вот когда у него была серьезная работа в театре Он отказывался от ролей в кино По той же причине не смог поработать с Фрунзиком Ильдар Рязанов На тот момент один из самых популярных режиссеров в стране Но они много общались Рязанов высоко ценил актерскую индивидуальность Фрунзика Он был очень востребованным актером Он был счастливо востребованным актером Любой другой артист, художник может позавидовать вообще Дай бог, чтобы в биографии каждого Был бы хоть один такой образ, который создал Фрунзик Макарчан Я возвращаю мою жену, потому что она не оправдана моей надеждой Бесчастливой семейной жизни А точнее? Она Абсолютно Не умеет Готовить В России мало известны картины, в которых Макарчан сыграл на родной студии Арменфильм А фильмов этих почти 40 И среди них есть настоящие шедевры Например, картина Генриха Маляна «Треугольник» Фрунзик играет кузнеца Гаспара Сильного как богатырь, наивного как ребенок Чудака и выдумщика Гаспар все делает не так, как другие По ходу съемок актер сам придумывал разные трюки для своего героя Например, вот этот Кузнец Гагик – земляк Фрунзика из Гюмри Он был мальчиком, когда в кузнице неподалеку от его дома Снимался фильм «Треугольник» Той кузницы давно уже нет А шутка Фрунзика с водой, которую он кипятит раскаленным железом До сих пор пользуется успехом Фрунзик очень тазовый человек был Он сразу хотел чай кипятить И сразу думал, что железо, горячим железом кипятить чай И он так сделал чай Чай готовый уже С конца 70-х Фрунзик Маккартычан – один из самых обожаемых актеров в СССР Не было такого человека, который не любил бы Фрунзика Маккартычана Музыка В каких городах я не был Все, когда узнавали, говорили, как Фрунзик Маккартычан живет Прекрасно Все знали об этом Его не просто знают Его любят Нежно и благодарно Потому что он не боится быть среди простых людей Больше того, он счастлив среди них Типичная армянская деревня Одна из многих, где бывал Фрунзик В отличие от других артистов Он запросто мог откликнуться на приглашение Сесть за скромный крестьянский стол Чтобы поговорить, пошутить Спеть вместе с хозяевами Из Ленинакана в Ереван На съемке фильма «Мужчины» Фрунзик вместо двух часов ехал трое суток Подороги его в каждом селе Его останавливали Просто буквально на улицах Был накрыт стол И в ожидании с Фрунзика Сидело все село Где-то он должен был крестить ребенка Где-то он должен был быть на свадьбе Где-то он еще должен был присутствовать В общем, и он никому не мог отказать И он приехал только через трое суток Мы сидели с ним И все так хохотали Где-то часов три Он не пускали его, что ушли они Потому что люди очень Очень хотели его близко видеть Я отсюда никуда не уйду Пока вы не дадите свое согласие Никуда Когда он шел по улице У всех людей менялось выражение лица Даже когда мы проезжали на машине И там, скажем, светофор, остановка И люди в троллейбусе или в автобусе едут На работу едут Вот битком на битве В те времена же не было вот так свободно И вдруг они бросают взгляд на машину Где сидит Фрунзик И весь автобус вот так Они все на самом деле как Прыльют как И снаружи было такое Вообще вот таких насы Если бы на месте Фрунзика был бы другой человек Он не выдержал бы Он ругался бы направо и налево Потому что такая любовь Она может довести до раздражения Чересчур добрый Притом он был изнутри В тот день не такая культура у него была Что бы сказать А дети и мать воспитали его таким Нет Это у него божественная культура изнутри Фрунзик не просто общался с людьми Он жалел их и заботился Кому-то выбивал квартиру Кому-то работу Он обожал накрыть стол и кормить гостей Сам же почти ничего не ел Кусочек лаваша за весь вечер Макратычан был из той редкой породы людей Для которых счастье Это видеть радость других Я вон напишу Здравствуй, Валикджан А он скажет Вау Как мне нашел Откуда Ему будет приятно Когда ему будет приятно Я буду чувствовать, что мне тоже приятно А ты говоришь прямо Лично для себя он никогда ничего не просил Он просил запомнить это Всегда для окружающих Всегда для страны Всегда для граждан Соседей, друзей Для себя не просил ничего Он однажды мне позвонил Сказал Володя, мы идем к какому-то магнату Просить деньги Чтобы осуществить спектакль Он не хотел Один идти И как бы В защиту он сказал Давай вместе пойдем к нему Пошли Этот магнат Начал жаловаться Что вот сейчас такое состояние у него Что Кризис у него В производстве Что нет денег Что нет того Он почувствовал Что Фрунзик И мы Не просто так пришли к нему Пришли кто-то тратить И он начал жаловаться И у Фрунза было такое Он так Сопереживал Так Смотрел на него Сопереживал Потом в конце сказал Да У тебя труднее Чем у меня Положение Чем мы можем быть полезны При всей своей общительности И легкости Фрунзик оставался Загадкой для окружающих Шутил Но не откровенничал Про свою жизнь Был среди толпы Но существовал Как бы Отдельно ото всех Часто в одиночестве Бродил по ночам Приговаривая Я не один Собаки Кошки Тоже бродят Сам себя Макартычан сравнивал То с собакой То со слоном Большим Носатым Молчаливым Как слон Габуш Из очень тонкого И пронзительного Фильма Солдаты слон В котором актер Снялся в середине Семидесятых Ахтунг И стреляйте Здесь слон Вот всю дорогу Он проводит В беседах Со слоном Он поверяет ему Все свои Так сказать Сокровенные мысли Он делится с ним Он негодует На него Он пытается Вызвать в нем Так сказать Благородные Какие-то чувства В общем Это настоящая Партнерский Это можно сказать Что это настоящая Игра с партнером На уровне фантастики Кабущан Время такое Тяжелое Потерпи Потерпи Дурак Как мой Весьмесок Роль трогательного солдата Которому поручено В конце войны Доставить слона Из Германии В армянский зоопарк Стало самой Любимой у актера Ты что Все сожрал Подождите Подождите Что вы делаете Подождите Отойдите Отойдите Восьмидесятые Фрунзик На пике славы Он народный артист СССР За плечами Три десятка фильмов Блистательные роли В театре От Элла Серано де Бержерак Оставьте шутки Глупость Страшный враг Вот наконец и ты Я знаю Что меня сломает Ваша сила Я знаю Что меня ждет Страшная могила Вы одолеете меня Я сознаюсь Но все таки Я бьюсь Я бьюсь Я бьюсь В 54 года Актер решил Снова жениться Тамара была Дочерью Председателя Союза писателей Армении Конечно же Красавица Младше На 25 лет И с таким же Темпераментом Как у Донары Она тоже Истеричка была А она тоже Когда кричала Он ничего не говорил Ничего Просто так сидел Смотрел До конца Когда успокоилась Наверное Любил Таких женщин Что делать Они не могли Поладить Друг с другом Жили по соседству В их доме Должен был Присутствовать Третий Чтобы они Хотя бы Не ссорились Друг с другом Поэтому Каждое воскресенье Они готовили хаш Собирали гостей И этот день Хоть как-то проводили Этот брак Продержался Всего три года Развод с Тамарой Пришелся На конец Восьмидесятых Неудачи В личной жизни Поблекли Перед страшными Событиями В стране Волнение В Нагорном Карабахе Погромы армян В Сумгаите Землетрясение В Спитаке И Ленинакане Которое Практически Стерло Города С лица земли В Ленинакане Погибло 20 тысяч человек Эти раны Эти следы До сих пор Видны В родном Городе Фрунзика Рушился Советский Союз Погибала страна, которую артист любил И в которой он был своим, любимым В Армении началась война Отключили отопление, воду, электричество Ереван, праздничный, яркий, гостеприимный Застыл и погас В театре, уже собственном театре Фрунзика Приходилось играть при свечах Фрунзик ходил И гладил рукой декорации Здесь артист сыграл Даже не сыграло Прокричал, прорыдал Свою последнюю Самую душераздирающую роль В спектакле Жена Пекаря Редактор субтитров Небольшой деревеньки в Провансе Где люди живут обособленно Друг от друга За высокими заборами Такой мрачной, серой жизнью И в этом селе Живет пекарь Который Аннабель Который печет для всех хлеб И вдруг его жена Молодая жена, которую он боготворит Уходит со смазливым пастухом Уходит от него Пекарь тяжелейшим образом Переживает эту утрату Он, так сказать, стучится во все дома Но никто его не хочет знать И понимать его боль И он, в конце концов, перестает печь хлеб Перестает делать вот это тепло и добро Которое никто не понимал Но без которого, оказывается, жить невозможно И тут вся деревня становится на его защиту Зрители буквально вскрикивали И плакали в тот момент Когда ночью он хватал за подол своей жены Которая в это время тихо вылезала Из кровати, из постели И уходила к своему пастуху А он в это время полз за ней Держа ее за подол Что люди в это время плакали в зале Что так он умел передать Салу свою боль Фрундик Макартычан вложил в спектакль Свою сокровенную мечту о том Чтобы люди пришли к согласию К миру К пониманию истинного смысла жизни Саватаным Это знаете что? Это возьму твою боль Я не знаю, есть ли в каком-то другом языке Такое понятие Но, видимо, все-таки история армянского народа Уходящая вглубь веков такова Что вот это умение и желание Взять боль близкого или дорогого тебе человека на себя Она очень важна для этих людей И очень дорогого стоит И вот эти слова Они очень важны для меня тоже Потому что Вот в наше агрессивное время Умение взять боль чужого человека на себя Очень важно Фильм «Песнь прошедших лет» Герой Фрунзика – почтальон Который несет похоронку матери солдата Хочешь похоронку пожевать? Это что, Никол? Не хочешь? Я сам съем Что ты делаешь, Никол? 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 Что ты делаешь, Никол? Отстань! В последние годы, когда, по сути, вся республика Была в таком состоянии В холодной зиме, темноте У меня есть фотографии Где он как ни удивительно, ни грустен Можете убедиться сами Беседовали, сидя у него дома Тигран Мансурян Он, я, моя жена Сидим и беседуем Весело, воспоминания, красота А во дворе темно, холодно Но это к артисту не относится Артист не приходит в этот мир, чтобы отдаться темноте А он приходит для того, чтобы рассеивать мрак Он и рассеивал мрак Садовая В красной рубашке Это профессор Хачикян Слушай, девушка, я тебе сказал, что я интикровный лук Говори А? Сюда нельзя Тут следы Вот, друг, покрышку тебе привез За полцена А вот, джеба, ну-ка, ну-ка, сэр Тотя! Завели лицо, он меня убьет Слушай говорит Кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошел? Мимино Сегодня На первом Вы понимаете, мой Альбертик просит зеленого цвета А магазины только Оранжевые Вообще удивительно то, что все три последние трагедийные роли, сыгранные Фрунзиком И Серано де Бержерак, и роль барона на дне, и особенно вот жена пекаря Они, в общем-то, о любви, о любви трагической и побеждающей Никто и подумать не мог, что в личной жизни Фрунзик переживает катастрофу Врачи ставят 21-летнему сыну Макартычана диагноз Ваак унаследовал болезнь матери И скоро ему тоже суждено впасть в поморочение рассудка Навсегда Здоровый такой, высокий, красивый, хороший мальчик был И очень умный, очень, очень способный Когда он его отвез во Францию, врачам, ну, психиатрам показал Когда он вернулся, он сидя сказал, произнес одну фразу Говорит, нет такой вещи, нет такой проблемы, которую я не смог бы решить И это было на самом деле так Но вот эту проблему я не могу решить Трагедия с Вазгеном стала ударом для Фрунзика Дочь Нонэ к тому времени вышла замуж и эмигрировала с мужем в Аргентину Она звала отца с собой, но тот отказался 28 декабря 1993 года Фрунзик разговаривает с братом об искусстве Его интересует только это Потому что только это – свет Остальное – любовь, семью, родину Казалось, навсегда поглотил мрак Он в очередной раз поставил кассету Садажа Альбинони Которую собирался использовать в своем следующем спектакле Даже в тот последний день он еще встроил планы на будущее Ночью Фрунзику стало плохо И скорая уже ничего не могла сделать Инфаркт Ему было 63 года В день похорон 31 декабря стоял страшный холод Транспорт не ходил Жители Ленинакана шли в Ереван пешком 120 километров Чтобы проводить своего Фрунзика По прозванию Мгер Солнце, солнышко Люди зажгли свечи Тысячи свечей Ушло солнце, которое им светило И действительно, это была совершенно фантастическая трагедия для народа И не только для армян Вот то, что он ушел Вот так и бывает с великими Они становятся еще более великими после своей смерти Потому что при жизни они материальны Досягаемы для любого Но когда их уже нет, они становятся более великими Если бы Фрунзик сейчас был, был бы святым Обязательно стоял бы в одном ряду со святыми Часто приходится слышать Он прожил несчастную жизнь Несчастный был человек У Фрунзика Макартычана, правда, была трудная семейная история Но масштаб его личности таков Что эта история Лишь капля в море Фрунзик, как и его герой Пекарь Аннабель Не просто пек хлеб В маленькой деревушке Удивительно До сегодняшнего дня О нем говорят, вспоминают Так сказать И горюют И горюют Он им не хватает Молодые ребята пишут о том, что Ребята Азербайджанец пишет о том, что Вот В искусстве не бывает врагов Как можно не любить Фрунзика Фрунзика, который вот так думает Он создал образ, который У нас людей разных народов Разных национальностей Он как бы примеряет Он как бы Он как бы нас Объединяет Понимаете Поэтому это тоже мы должны Мы за это быть благодарны Мы об этом не задумываемся Сегодня А ведь на самом деле Это очень важно Через смех Через слезы Он делал больше, чем актер Торопился не только сыграть Но и лично пожать руку Каждому своему зрителю И потому до сих пор В Армении так много людей Которые общались с Фрунзиком И до сих пор одно имя его Странное и трогательное Вызывает радостную улыбку Фрунзик 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 Фрунзикчан Фрунзик А зачем ты ушел? Я когда думаю о том Что же такое это было Что за феномен такой был Макартычан Что вот вызвал Такую необычайную волну Наверное он в какой-то степени Компенсирует тот Вот недостаток Тот Вот тот Вакуум Который образовался сейчас В обществе Который не заполнен Вот этим теплом Этим добром И умением Вот это добро распространять Потому что это еще очень важно Уметь делать добро Вот мне кажется Что все-таки это еще не умерло В людях Желание вот такой источник иметь И они в нем нуждаются очень Изначение животных В мирной жизни не понимаешь Это не просто слон Это мир Это новая жизнь Это смех Это радость Вот что я везу в Ереван Нам теперь медведи нужны Нам славы нужны Нам славы нужны Нам славы нужны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok